Мы сейчас планируем обратиться или через интернет выйти в места, где хранятся старые фотографии города, где вообще есть виды. По нашей информации, в Библиотеке Конгресса США хранится большой объем фотографий, сделанных царским фотографом еще до революции. Мы хотели бы посмотреть, как выглядела Отроч Монастырь, как выглядела вообще набережная, потому что было бы интересно попробовать воссоздать весь комплекс зданий, который там находился до момента разрушения Отроч Монастыря и строительства речного вокзала, потому что это все является нашим культурно-историческим наследием, и наравне с задачей воссоздания нашего речного вокзала все-таки есть задача еще посмотреть основные объекты культурного наследия, которые тоже имеют право все-таки на память, на то, что они стояли этим объектом более 500 лет, и просто так вычеркнутые жизни Тверской области вообще из истории российского государства было бы неправильно. Я правильно понял речи этого частичного возможного установления монастыря? Как минимум просто обозначение границ фундамента этого монастыря, и просто, я думаю, это для туристов будет интересно, может быть сделать какие-то археологические раскопки, например, в Москве, это сделано очень интересно, раскопаны фундаменты, и все это закрыто стеклом, специальными конструкциями, и можно походить, посмотреть, где там находились фундаменты, какие были границы монастыря, как велась жизнь там в 17-м, в 16-м, в 15-м веках в Тверской области и в городе Твери в частности. Я думаю, что это было бы интересно и с точки зрения познавательной для нашего подрастающего поколения, и в том числе для, я не знаю, туристов, которые бы приезжали и посмотрели бы не только на восстановленный речной вокзал, но и на, наверное, фрагменты, или там, может быть, когда-то кто-то решит частично восстановить этот монастырь, если такая возможность будет.